Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш утренний эфир на телеканале Россия-1. Меня зовут Мадина Бастанова, и сегодня я предлагаю поговорить об истории. Но прежде чем начать, давайте узнаем прогноз погоды на сегодня. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах со снегом ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5. В северных и центральных районах воздух и на поверхности почвы заморозки минус 1-3. В горах до минус 8. Днем плюс 8-13 и местами минус 1-4. В Черкесии небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3. Днем 10-12 градусов тепла. Как утверждают философы, история циклична. Она повторяется в лицах. Хотели бы вы узнать, как выглядели ваши прапрапрадеды? Чем они занимались? О чем мечтали? А главное, как сложилась их дальнейшая судьба? Думаю, эта тема будет интересна многим. Поэтому мы начинаем. Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом, кто я и в чем мое особенное предназначение на Земле. Кому-то удается ответить на поставленный вопрос, а для кого-то он остается открытым. И человек продолжает вынужденно стоять перед зеркалом, всматриваясь в свое отражение и осмысливая свою судьбу. Бабушка, а кто эти люди? Эти люди – наши родственники. Ясмина, я тебе сейчас расскажу много интересного об этих людях. Об этом вам не расскажут ни в школе, ни в садике. Во всем мире любовь к своей родине, к своей родной земле выражается не только в Декларации патриотических ловнгов и чувств, но и в изучении своей истории в лицах, своей протословной. Каждая фамилия – это ниточка, связывающая нас с нашими предками через века и эпохи. Через знакомство с историей своей фамилии, своего рода мы учимся уважать свои корни, историю своей семьи. Изучение своего родового древа – это самоопределение и самопознание, понимание своей причастности к чему-то большему, чем просто ты. Знание своих корней, на мой взгляд, это всегда отличает человека, любящего свою родину, свой род, свою страну. На протяжении всего осознанного существования человечества вопрос о происхождении фамилии оставался одним из актуальных вопросов. Откуда происходит его фамилия? С каких древних языков переводится? Что означает? Многие народы еще в эпоху родового строя в устных преданиях хранили память об отногенезе своих предков и их героических подвигах. Потому-то в нашей стране было оскорбительно услышать в свой адрес «Иван, не помнящий родства» или «Очень обидная седьмая вода на киселе». Генеалогия, допустим, это зачастую не просто изучение предков, она не просто дает картину того, как звали ваших предков и так далее, чем они занимались. Если ей заниматься широко, правильно и так далее, то она может дать определенные ответы на связи между различными фамилиями, между различными обществами, между различными этносами. Например, связь черкесского князя Атажукина, который взял на воспитание мальчика из карачаевской семьи рода Салпогаровых. Благодаря традиции куначества в Карачаево-Черкесии появилась новая фамилия – Попшоувы, что в переводе означает «воспитанник князя». Мы привыкли воспринимать себя и свой самый близкий семейный круг как некую обособленную ячейку общества, но у каждого из нас огромная семейная история. Задумайтесь, сколько родов и поколений стоит за вами. Закройте глаза и представьте, что за вашей спиной стоят ваши родители, а за ними и их родители, и так до бесконечности. Окажетесь как бы на острие гигантского клина, который своим основанием уходит в далекое прошлое. Мой отец Дахир, его отец Исмаил, его отец Идрис, потом Татау, Джан Сок, также у него у Джан Сока был брат Азок, и башчи Бек Марза и Ибрагим. Бек Марза из них был таким знатным и богатым человеком. Еще совсем недавно любой житель нашей республики знал свою родословную вплоть до седьмого колена, как этот юноша, но сегодня их единицы. Нет, к сожалению, я не знаю, но я бы очень хотела узнавать об этом. Мне будет очень тяжело, потому что никто из родственников, из наших, практически не знает, кто, где, как. И максимум, что я могу дать, какую информацию, это имена, и то только до третьего поколения. Да, я пробовала, но знаю немного, так как в том месте, откуда я вообще, по этому месту очень мало исторических источников, но изучать пробовала. Я с детства очень интересовался своей родословной линией, но, к сожалению, мы утратили генеалогическое древо, которое хранили мои предки. Составлением родословной, изучением связей и родов, семей, занимается специальная историческая дисциплина – генеалогия. В переводе с греческого означает «родословная». В советское время выявлять родственные связи в хронологической последовательности, а также биографические данные родных было занятием небезопасным. Тогда боялись знакомить своих детей с историей рода, и многое утаивалось от них. И только в 1993 году гражданам нашей страны было возвращено право чтить своих предков. За последние 20-30 лет в нашей стране интерес к своим корням, конечно, значительно возрос. С каждым годом количество посетителей, которые желают узнать что-либо о своем происхождении, о своих корнях, значительно выросло. Один из первых, кто стал заниматься генеалогическими исследованиями в Карачаево-Черкесии – известный историк Рашид Хатуев. Убрали с собой тетрадку, убрали ручку, карандаш, и ехали в аула, ехали в селение, ехали в станице. Искали этих стариков, приходили. И иногда было так, что приезжаешь в Верховую Кубань, в основном, в Аула Карачаевский, там говорят, знаю, сынок, я вот это знаю. А в другую часть поедешь, в Зеленчевский район, там есть село Даусус, третья улица с Левовской, пятый дом с Праговской, и там люди только продолжили. Вот так мы мотались. Сегодня ситуация изменилась. Благодаря современным технологиям, соцсетям, восстанавливать историю своего рода стало гораздо проще. Не каждый может посвятить этому делу много времени, но по сути все осуществимо. Итак, если вы все-таки решились восстановить свое фамильное древо, тогда перед вами неизбежно встанет вопрос. С чего начинать? Есть два пути. Можно начать поиск информации самостоятельно, а можно обратиться к специалистам. Если вы решите заниматься своей родословной самостоятельно, то вам придется запастись терпением, ведь это долгий и сложный путь. Солист Салпагаров это хорошо знает. Чтобы собрать необходимые данные, ему пришлось потратить не один год. На протяжении двух лет мы занимались сбором фамильного древа. Мы долгое время проживали в Москве, около 15 лет. И по возвращению на родину я понял, что многих родственников своих я не знаю. Вот. И вот пробудился интерес. И я начал спрашивать у отца, как нам доводится тот, этот Салпагаров. И начал рисовать схему. Неслыханное богатство, личные архивы. Материалы из них могут рассказать то, о чем молчат официальные источники. Вы с удивлением обнаружите, что историю можно изучать не только по событиям и датам, но и по судьбам обычных людей. Бабушка моя еще жива была. Была еще ее старшая сестра, которая в 100 году умерла. Они про одного из наших предков, значит, такое четверстище говорила, ну, в переводе на русский язык примерно так, что прошел в аул пестрый бык. И кто-то сказал, что он чумой зараженный, его надо убить. Убили, однако, кончилось тем, что этот, он был священнослужителем и обучал детей в медресе при аулном. Окончился он тем, что они уберегли от этой чумы, и их учитель и 60 его учеников взят мертвыми. Это относится к периоду чумы 1800 по генеалогическим расчетам. 1806-1819 года последняя, видимо, чума была на Северном Кавказе, и целыми селениями исчезали. Четырестища, так я расписал уже, три момента таких. Во-первых, то, что в то время в аулах были учебные заведения, примечательские школы были. 60 человек в одной школе, это очень немало, даже по-современному, так сказать, аулах, которые есть. Второе, то, что чума, она разносилась не только от людей к людям, она разносилась с котом. Третий момент здесь, то, что наиболее образованная часть в это время были мулуи, священнослужители. Чтобы восстановить родословную, первым делом нужно опросить ближайший круг своих родственников и завести досье на каждого из них, а также на тех уже ушедших родных, о которых сохранились знания в вашей семье. Фамилию, имя и отчество, место жительства, даты рождения и смерти и другую важную информацию в пределах двух-трех поколений можно узнать исключительно от представителей своего ближнего семейного круга. Если вы за это беретесь, очень быстрым, скорым способом находить пожилых людей, самых старших, самых старших, самых старших и узнавать все, что они могут отсказать, рассказать. Большой заслуги моей нет на самом-то деле. Почему? Потому что, когда я ездил по представителям нашего рода, слава Богу, их было много, наших старших, которые имели, выходили ко мне на встречу с какими-то уже записями, плакатиками. И вот я их как пазл собирал. Я могу порекомендовать следующее, надо сейчас бросаться во что бы ни стало к сохранившимся нашим старикам. Немедленно, надо спрашивать в них, потому что основная часть, в памяти самой фамилии, самого рода там находится, там располагается. Вот параллельно с этим, не после этого, параллельно с этим надо работать, конечно, в архивах. Итак, воспользуемся этим советом и отправимся в Государственный архив Карачаева-Черкесии. В нем много документов, но, к сожалению, данные в них неполные. Что касается горских народов, то за нераспространением среди них письменной традиции, кроме мул, очень мало кто-то знал, письменная сила была до, вплоть до 28-го года она была на арабской основе, на арабографичной основе, и записей очень мало. Во-первых, большая часть у нас населения мусульманского вероисповедания, а метрические книги вели для мусульман Кавказа только, в данном случае Карачаева-Черкесии нынешней, только в конце XIX века. Заполнялись они не очень, как сказать, строго. Часто люди избегали тогда записи в эти книги. Почему? Потому что резонно считали, что начнут высчитывать налоги новые, могут детей потом, если мальчика, забирать в армию и так далее. То есть избегали переписи. Чуть лучше положение у православных жителей республики. В церковных исповеданных росписях фиксировались акты рождения, крещения, бракосочетания и смерти, сведения о социальном положении, месте жительства, возрасте и составе семьи прихожан. Эти записи в обязательном порядке делались священником каждого прихода. Для руссоказачьего населения дело обречается тем, что фиксация происходила рождений, она происходила в церквах, там были книги, там крещение, рождение, крещение, там все отражено, и они отложились в различных архивах, в церковных архивах, в архивах кубанского казачьего войска. Если взять главный город, то есть город Черкесск, бывшую станицу Баталпашинск, город Баталпашинск потом, то здесь пять лет назад всего лишь нам поступили из управления ЗАГС всего пять метрических книг за практически столетнюю историю станицы Баталпашинской. Более лучшая ситуация по метрическим книгам, это касается города Узжигута, станицы Узжигутинска, где метрические книги сохранились в наиболее полном виде, и люди, которые имеют корни именно с этой станицы, они могут более подробно выяснить свое родослово. Можно послать запрос о своих родственниках в федеральные архивы, можно работать в соцсетях. Ищите группы по ключевым словам, поиск предков по фамилии, генеалогия, родословная и истории семьи. А еще вам стоит побывать на кладбище. Есть такое понятие, некрополистика, то есть это, так скажем, ветвь генеалогических исследований, вспомогательных исторических дисциплин, предполагает изучение надгробий. Надгробия на самом деле несут очень важную информацию. Вот все мы с вами знаем, что сохранились старые надгробия в старинных селениях, карачаевских, абазинских, черкесских, нагайских, где на арабском языке часто дается родословно. На арабском языке имеется в виду арабской графикой, но на разном языке. То есть записано вплоть до 7-8 колена. А учитывая то, что человек, которому установленный канатгробия, ушел из жизни там более 100 лет назад, мы можем прибавить еще вот прошедшие 3-4, а то и 5 поколений. Ну а если вам некогда заниматься поисками родственных связей, можно доверить их профессиональным исследователям. Их в республике немного, но они есть. В Карачаево-Черкесии я знаю только одну специализированную структуру, которая непосредственно занимается вопросами генеалогии. Это генеалогический центр. Он был создан лет 15-17 назад в Карачаевском научно-исследовательском институте, директором которого является старейшина на графике Карачаево-Черкесии Владимир Магомедович Шаманов. Из примерно 75 изданий Карачаевского НИИ, примерно около 15 работ они посвящены генеалогии. Благодаря работе специалистов института за прошедшие годы в свет вышло около 20 книг о родословной разных фамилий. Это Батчаевы, Салпогаровы, Семеновы, Барлаковы и так далее. В них собраны уникальные данные, рассказывающие об истории рода и его главных героях. Главная цель вообще любой книги о роде, я считаю так, и я думаю, что это согласятся со мной все те, кто и писал, и кто пишет, это, конечно же, воспитательные роды. Мы пишем у наших известных людей не только для того, чтобы рассказать всему миру, мы пишем в первую очередь для того, чтобы воспитывать молодежь на этом примере. Вот в моей книге, например, да, кто-то может сказать, что тот человек не был там кристально честным, честным и так далее, но мы ценим по факту, что человек внес, что человек сделал для своего народа, для своего села, для своей республики, для своей страны. Сегодня очень популярны разного рода мотивирующие книги и публикации на тему заповеди успешных людей. Мы ищем себе героев и кумиров для подражания, но не здесь, рядом, а где-то там, за горизонтом. Мы почему-то считаем, что особенные, сверхуспешные люди находятся за пределами нашей собственной генеалогии, но на самом деле они найдутся в роду у каждого человека, стоит только поискать. Их таланты, способности и сила в нашей крови. Я знаю до четвертого колена, и именно в четвертом колене я нашла известного моего предка, Бубикира Дадымовича Аргунова. Он был героем социалистического труда и депутатом Верховного Совета СССР. Также он был избран председателем колхоза Путь Ильича и правил до 1988 года. В качестве примера могу привезти свою прабабушку Фатиму. Она очень хорошо готовила. По ее рецептам сейчас все мои родственники готовят. По ее рецептам я научилась готовить национальные блюда, как либжа, паста, лакумы и халиуа. Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь при этом на свои величавые корни. Так и человек не может стать достойным сыном своего отечества, не зная родословность своей семьи. Учит детей преподаватель родного языка из 5-й гимназии города Черкеска. Если ребенок не помнит родства своего, он не будет знать и уважать другие народы. И это нужно начинать в раннем возрасте. Кто настоящий человек? Тот, который уважает свой род, свою семью, свою малую родину, свою большую родину. А чтобы все это в одной большой любви соединить, нужно знать, изначально с семьи начинается свой род. Дети пытаются копировать жизнь своих родителей, а когда узнают интересные факты о своих родственниках, то начинают копировать положительные примеры из прабабушек и из прадедушек. Взгляд человека в будущее связан с надеждой. Взгляд в прошлое с ответственностью за себя и за свои действия. Собирая информацию о своих славных предках, вы становитесь исследователем-генеалогом, объединяя и миксуя прошлое с будущим. Это дает человеку силы и абсолютно новые ощущения жизни, а также дополнительную ответственность за то, что останется после нас. Если вы хотите, чтобы вас запомнили не только ваши дети и внуки, но и правнуки, тогда самое время взяться за свою родословную. И неплохо было бы, если бы запомнили не просто вас, а также ваши добрые дела и поступки. Но это уже тема другого разговора. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. На этом наша передача заканчивается, а это значит, что мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Желаю отличных выходных и море поводов для радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова